на ремонте вот такая швейная машинка сунтекс модель n6500 с поломкой но хозяйка сказала две поломки сломала иголку и перестала шить и сверху какая-то пружинка соскочила и никто не знает почему было это три года назад как она сказала поэтому уже никто ничего не помнит сверху посмотрел вроде бы все на месте никаких больше пружин я не увидел видимо что-то соскочила но поставили на место но они шьет не не петляет не захватывает петлю потому что при ударе скорее всего сдвинулась при ударе об пластину там или об шутом она ударилась он скорее всего пластину вал или шток на который крепится игла сдвинулся вверх его нужно будет опустить как я это вижу но тут один винтик остался вон и был один не знаю почему тогда до меня дошел и скорее всего еще и не родной суть в чем если смотреть как идет может быть даже вот эту сниму если смотреть не знаю будет вам видно или нет видно что игла заходит видите вот здесь вот вот это острие при соединении с иглой должно пройти выше дырочки там где будет выше дырочки в иголке там где будет там где такая выборка в игле над дырочкой есть такая лысая или такое углубление для как раз прохода вот этого кончика в данный момент он проходит ниже дырочки ниже дырочки дырочка уже выше это сложно показать если вы с увеличителем там посмотрите то увидите дырочка уже поднялась сейчас еще какой-то ракурс просто вот так вот наверно смотрите над дырочкой под дырочкой проходит челнок который снимает иголку нитку нитка снимать а он должен над дырочкой то есть нужно опустить немножко иглу теоретически вы можете просто иглу опустить на вот этом крепеже но это неправильно вообще надо опустить вот штуку опускается она на крепеже здесь нужно найти где он крепится скорее всего присвечу вот в это окошко при определенном подъеме сейчас я немножко подниму вот так при подъеме вверх показывается в этом окошке видите вот там под шестигранник винтик под шестигранник не открутить чуть-чуть опустить где-то 3-4 миллиметра у меня в данном случае захватывала над нитка и в общем то должно помочь немножко темновато все надо подсвечивать ну вот таким образом откручиваем чуть опустили закручиваем ну и опытным путем посмотрим будем подбирать такое положение чтобы хорошо прихватывало нитку такое может быть из-за сильного удара оно сместилось теперь надо открутить и опустить и в общем то будет нормально шить швейная машинка и так чтобы вам видно было все-таки покажу вам о чем кстати не не вот в этом окошке об этом нужно поймать винтик видите там сейчас как раз он есть присвечу чтобы его было видно вот тот самый винтик значит откручиваем его вот такой маленьким ключиком из набора самый маленький и значит попадаем откручиваем 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 и чуть-чуть опускаем вот так вот открутили опустили закрутили и все и смотрим при превращении должен подхватывать нитку над дырочкой хорошо присветить как раз на дырочкой может быть чуть-чуть короче нужно пробовать может быть даже еще чуть-чуть опустить и тут уже надо проверять но там желоб большой поэтому наверное еще еще одно опускание я опустил миллиметра на 2 она нужно наверное чуть поболее опять подвожу в такое состояние где откручиваем чуть-чуть значит закрыть закручиваю поднимаю наверно это уже конец я уже как бы ниже не могу почему-то поднимаю ниже не могу что-то опустить кто-то меня держит возможно тот верхний меня держит скорее всего этот меня уже уперся держит то есть я должен сначала его чуть-чуть приподнять на что-то упирается и потом уже этот смогу еще чуть-чуть опустить чуть-чуть опустил ну вот такая ситуация и теперь если проверять опа не могу слишком опустил так что я там уже куда-то стукаюсь это я слишком значит можно немножко приподнять это я переборщил немножко немножко приподниму и сейчас нормально вот как-то так смотрите регулировка несложная нужно поймать вот эту этот баланс я подтяну закручена было плотно не знаю даже как это при таком как она туда уехала видимо удар был больше все дорогие сейчас посмотрю уже как он будет работать и покажу вам продолжаем дальше ремонт что делать когда уже нет возможности отрегулировать лапкой я если я опускаю а уже начинает упираться тут уже такое окошко если опускаю ниже начинает игла при прямом еще не упирается а вот если зигзаг она что-то туда сюда с зигзагом если при прямом еще не упирается но если игла пойдет в зигзаг она немножко раньше получается и тогда может упираться в таком случае нужно уже регулировать внутри машинки получается смотрите вот у нас есть челнок который с вот этой штукой челнок который ходит вращается и он получается его нужно он там на шестерне нужно шестерню открутить провернуть немножко ближе чтобы смотрите вот когда он когда он подходит к этому окошку в это время она немножко будет больше провернутой попадет в окно и не упрется игрой и получается смотрите вот в этот момент когда мы вот так вот поднимаем он начинает подниматься вот так вот этот сниматель нитки должен уже уже быть вот здесь то есть вот на вот столько нужно провернуть он начинает подниматься и вот этот откручиваем там винт проворачиваем его чтобы он уже в этот момент его снимал вот таким образом но для этого нужно располовинить корпус много винтиков для того чтобы открутить располовинить откручивать много вот здесь снизу сзади даже есть вот тут по моему отверстие чтобы по моему это отверстие чтобы там винтик открутить вот эти винтики вот эту часть тоже нужно она видите две половинки соединяет много чего открутить располовиниваем и там будет доступ к этому крепежу но пока находим все крепежи и по моему то тут тоже вот эту часть надо снять потому что там где-то внутри тоже по моему соединение сейчас посмотрим итак следующим этапом это определить где сдвинуть а да я открутил только внизу смотрите открутил вот эти два винтика потом вот эти два винтика но вот это и он располовинился в одной части просто раскрыл и у меня уже доступ к этим винтиком есть я уже дальше не пойду здесь вот отрегулировать можно в двух местах смотрите можно вот это вот здесь общую сюда привод приходит вот вот этот сюда привод но его можно сдвинуть тоже пойдет но он регулирует два устройства первое вот этот вот это это продвижение ткани нижняя двигатель ткани двигает и вот это шестерня она все на двух винтиках то есть нужно сначала один открутить потом повернуть второй вторым отрегулировать а потом уже контрольно первым затянуть значит можно вот только этот подвинуть можно только этот вот это шестерня видите пластиковая она крутит именно челнок который крутится по кругу а можно вот здесь оба если здесь будете регулировать то подвинуться и это и это как же это как определиться какой нужен тут уже смотрим смотрим назад смотрите все зависит от от механики вот этой получается что сейчас я смотрю игла уже поднялась смотрите игла уже поднялась а вот эта часть которая которая которую вот эта часть стоит продвигатель ткани а эта часть нижняя лапка она еще не поднимается а только заезжает то есть она немножко запаздывает тоже в этот момент она уже как бы должна начать подниматься вверх когда игла поднялась она уже вверх должна начать подниматься значит ее тоже можно подвинуть вперед эту нужно подвигать вперед и эту тоже нужно подвинуть можно подвигать вперед чтобы она суть в чем чтобы она не не опережала если мы обе подвинем когда это уже поднимается вперед а я еще обе крутну то она уже игла уже выйдет вверх еще еще не выйдет вверх а она уже начнет ткань толкать это было бы поздно но это было бы нелогично в данный момент у меня игла поднялась вверх вот она но он еще еще двигается вперед и потом только поднимается вверх поэтому я могу отрегулировать оба сразу два механизма одновременно а значит я буду вот здесь регулировать и если я здесь отрегулирую то оба механизма сразу поедут вперед значит что я делаю один откручиваю потом один откручиваю потом проворачиваю один откручиваю потом проворачиваю откручиваю второй сдвигаю челнок он подвинет все зафиксирую пробую ну и так регулирую пока не значит как только игла начинает подниматься вверх челк немножечко ну может быть там миллиметра два три в это время с нее должен снять нитку челнок с первого раза может не получится ну вот таким образом поэтому откручиваю сейчас и начинаю регулировать так что это несложно но вот некоторые нюансы нужно понимать механику работы ну тут главное может быть знаете чтобы вы не запутались черкните вот здесь вот на на этом механизме сделайте две черточки маркером или поцарапайте так чтобы потом если вы вдруг собьетесь поставить на место на то место где было вдруг окажется чтобы сделали что-то не так можете назад поставить поэтому берете маркер на обоих частях вот здесь вот в уголочках на стыке этих двух частей полосочки поставите и потом в случае чего вернете на место сделайте это в любом случае для безопасности для успокоения чтобы вы потом вдруг не жалели что не там повернул и будете знать куда вернуть так ну что же где-то с пятого шестого раза получилось у меня отрегулировать смотрите это в среднем положении в среднем вот если так это среднее положение иглы когда поднимается она над ней снимает если подвинуть допустим но не в это а в это положение то тоже над ним выше снимает а если подвинуть в это положение ну как-то зигзаг будет то над ним но ниже но все равно над ним ну вот такое положение сейчас нужно теперь уже зафиксировать я только одно зафиксировал смотрю не получилось мало 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 придерживаю просто открутил придерживаю это а иглу поднимаю опускаю но у меня получилось там нету не закусано было не было жесткого соединения получается что когда откручиваешь она проворачивается ну плюс-минус хорошо сейчас зажимаем фиксирую уставлю нитку и проверяю у меня до этого нитку не хватало даже с учетом того что я там опускал иглу но не то чтобы иглу а вот этот иглодержатель опускал все равно не получилось нужно ли его вернуть на место не знаю наверное не буду вот такая ситуация такой ремонт повторяйте если если вы понимаете на разных машинках она принципе одинаково но ответить на вопросы сложно отвечаю на вопросы когда я вижу а че если вы через месяц спросите могу только теоретически сказать а как бы сложно ответить на вопрос не видя механизм в наличии потому что клиенту я сейчас в принципе должен отдать но так думаю что логика понятная повторяйте подписывайтесь на канал много такого ремонта и вообще разный ремонта все вы можете сделать самостоятельно но вместе с подписчиками мы вам будем подсказывать что нужно сделать мир вам все удобно собираем и работаем все удобно собираем и работаем все удобно собираем и работаем и работаем